Привет, друзья! Сегодня я вас познакомлю с ещё одной популярной американской песенкой, которая впервые прозвучала ещё в 1930 году. Называется она «Putting on the Ritz». Вас, конечно, смущает, наверное, слово «Путин», но это не то, о чём вы подумали. Наш президент к этому не имеет никакого отношения. Да ещё есть слово «Ritz». Что это за словечко такое? Ну вот я и попробую всем вам это объяснить. Во-первых, «Ritz». Вот взгляните сюда на это фото. На этом фото Сезар Ритц. Он был легендой гостиничного бизнеса, швейцарец по происхождению. Его именем назывались самые фешенебельные гостиницы Парижа, Лондона, да и вообще во всём мире. «Ritz» – так они назывались. Поэтому название песни «Putting on the Ritz» в переводе с английского буквально означает «поставить на рица», ну то есть приодеться не просто современно, а очень модно. Ну и слова такие. Если тебе грустно, и ты не знаешь, куда пойти, почему бы тебе не одеться по моде? «Поставь на рица», ну как бы сделай ставку на рица. И вот я теперь как актёр, стоящий миллион долларов, и пытаюсь быть похожим на Гарри Купера. А Гарри Купер – это наипопулярнейший актёр в Америке в сороковых годах. И вообще я выгляжу как Рокфеллер, гуляющий в перчатках и с тростью. Ну вот приблизительно такой смысл этой песенки. Также необходимо отметить, что слова и музыка были написаны Ирлингом Берлингом ещё в 1929 году. И тогда же эту песню впервые исполнил Фред Астер. А Фред Астер, его полное имя, кстати, Фредерик Аустерлиц, был актёром, танцором, хореографом, ну словом, звездой Голливуда. Он был одним из величайших мастеров музыкального жанра именно в кино. Фред Астер оказал огромное влияние на знаменитых танцоров и хореограф, и особенно в том числе на таких знаменитых танцоров, как Михаил Барышников и Рудольф Нуриев, которые ещё в бывшем СССР совершили нелегальную эмиграцию, ну то есть совершили побег за границу, один в Америку, другой во Францию. Вот так-то. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить кавер-версию этой песни, которую многие из вас, в общем-то, и должны знать. Эту песню спел голландский музыкант Тако в 1981 году, ну и песню уже в который раз, как говорят, выстрелила. И стала хитом в начале 80-х. Ну а теперь давайте посмотрим и послушаем мою кавер-версию этой легендарной американской песенки. Итак, Путин on the Ritz. Поехали! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...